На внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждали четыре вопроса. Два из них касались противопожарной безопасности в зданиях торгово-развлекательного назначения, детских садах и школах, объектах социальной сферы. Те, скажем так, расследования, которые сейчас проходят по данному торговому центру, и которые были ранее, выявляют ряд, скажем так, грубых нарушений, связанных и с запасными выходами, и с системой сигнализации пожаротрушений, и со средствами пожаротрушения, включая наличие, скажем так, и наружных гидрантов, которые находятся около данных объектов. Владельцам учреждений с массовым пребыванием людей по решению комиссии дано поручение проверить пути эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций и исправность противопожарных систем. По поручению правительства Российской Федерации и по поручению Генеральной прокуратуры проводятся внепланные выездные проверки всех мест с массовым пребыванием людей. Так, на территории городского округа в выходные дни были проведены тренировки с последующей эвакуацией граждан городской центральной больницы, в ходе которой было выявлено, что отсутствует сигнал срабатывания пожарной сигнализации на больт пожарной части. Прошу тоже принять в кратчайшие сроки меры по устранению данного правонарушения. При этом одним из важных шагов является назначение ответственного за пожарную безопасность, которое разделяет с руководителем организацию всю полноту административной и уголовной ответственности в случае выявления ошибок, нарушений или их фатальных последствий. В последние проверки прокуратуры, которые были по образовательным учреждениям связаны именно с антифертической учрежденностью, выявили эти прогалы, да, у нас это было отмечено в представлении прокуратуры. Практически это касалось всех школ. Поэтому давайте совместными усилиями с администрацией, наверное, с нашими финансователями этот вопрос проработаем и решать, и закрывать его окончательно, чтобы люди в полной мере выполняли свои обязанности. Мы были уверены, что у нас полноценно осуществляется работа в данных всех муниципальных образовательных учреждений. На заседании комиссии говорилось об актуализации паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей. В связи с выходом нового постановления правительства Российской Федерации о антироссийской защищенности торговых объектов и разработке паспортов, значит, все паспорта всех торговых объектов подлежат актуализации. Ну, по-русски это все паспорта должны быть сделаны новыми. Поэтому всех 10 новых объектов, которые сейчас мы подаем в Министерство потребительского рынка и услуг, для включения их в реестр всех торговых объектов Московской области. После подтверждения Министерства и правительства Московской области, нам придет информация, в соответствии с которой мы доведем письма до каждого объекта, что в течение 30 суток необходимо провести категорирование этих объектов заново, и в течение следующих 30 суток мы должны разработать паспорта антироссийской защищенности. Поэтому прошу вас принимать правильно, что не что-то там подправлять и что-то там мыслить заново, придется переделать новый паспорт. Называется актуализация в связи с выходом нового документа. В связи с наступлением весеннего сезона на комиссии обсудили профилактические и противоэпидемиологические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей и бездомных животных. В Электрогорске укусы клещами 256 на 100 тысяч населения было в 2016 году и 285,9 на 100 тысяч населения в 2017 году. Как видите, у нас этот показатель больше, чем по Российской Федерации. Заполиваемость болезнью лайма, клещевой боррелиоз. У нас в Электрогорске в 2016 году высокий, очень был показатель 34,7. В 2017 году, ну то есть в 2016 году у нас было 8 случаев заболевания, в 2017 году поменьше, 3 случая заболевания, 12,9 на 100 тысяч населения. А по Российской Федерации, вернее по Московской области этот показатель у нас составлял 5,15. То есть мы стоим на порядок выше и по укусам клещам, и по заболеваемости. Все вопросы, поднятые на заседание комиссии, внесены в протокол, и по каждому из них будет принято соответствующее решение. Спасибо. 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 Спасибо.